Я хочу, чтобы вы все понимали одинаково и однозначно, что вообще произошло. Сколько мы потратили времени для того, чтобы вот эта частная инвестиция, это первая частная инвестиция такого размера, которая могли бы прийти в город Малюк. 25 миллионов евро. И когда вот обсуждалось решение, которое было политизировано и, соответственно, искажение было, тотальная просто информация, тотальная неправда, которая, конечно же, повлияла на общественное мнение, для меня всегда было, и если останется и в будущем, важным мнением, давайте вы будете тихонечко сидеть, тогда я буду повторить, хорошо? Спасибо. Мнение жителей города Малюк. Я вот просто взял с собой, и вчера показывал журналистам, и вам хочу показать. Помимо того, что есть стратегия нашего города, которая за 21-го года, для меня важна вот такая социология, которую мы каждый раз мониторим два раза в год, мы смотрим средства общественного мнения, видите, подчерканно, под какими-то масками, маршрута для себя выделил. Потому что для меня важно понимать, туда ли двигаются наши громады, не ошибаюсь ли я в своих решениях. Если кто-то думает, что мы не обговариваем с громадой, так вот этот социальный средств, это и есть обговаривание с громадой. Это демократические принципы, которые вложатся в основу демократического любого общества. И вот то, что происходит диалог с забором, конечно, это, конечно, можно назвать демократией, но вряд ли это то, что бы хотелось видеть от тех коллег, которые говорили о том, что давайте садиться за стол, давайте говорить. Я сделал намеренно разрыв между двумя пленарными заседаниями, разорвал эту сессию. Мне действительно хотелось усилить коммуникацию, которая действительно была упущена, я признаю это. Но упущена не нами, а упущена, наверное, теми людьми, которые хотели, чтобы эти инвестиции состоялись в нашем прекрасном городе. И объяснить, почему они в нашем прекрасном городе должны были состояться. Потому что мы сделали за пять лет очень много. Кто-то понимает, кто-то не хочет это понимать, и не пытаясь сейчас кого-то переубедить. Но точно, что город изменился, это безусловно, это видно, мне видно, жителям видно. И жители свое сделали волеизъявление, выбрав мэра, выбрав вход в команду блока Вадима Бойченко, и вам признателен, блока Вадима Бойченко, моим депутатам, которые пошли в социологии, чтобы узнать общественное мнение, которое, конечно же, было искажено той неправдой, которую мы получили. Так вот о правде. Что такое правда? Правда это то, что мы хотели, чтобы первые частные инвестиции появились в городе. Правда это то, что мы хотели, да, Константин, мы хотели, чтобы пришли частные инвестиции. Точно так же, возможно, пришли базовмашки, которые вы обещали запустить. Тише, вот почему же они заработали? Мы хотели бы, чтобы эти инвестиции заработали в нашем городе, чтобы создавались дополнительные рабочие места. И тут ничего смешного, Константин, нет. Мне печально сегодня об этом говорить. Печально. Говорить о том, что мы потеряли такую возможность. Я с грустью об этом говорю. Я всегда говорил о том, что, допустим, вот здесь мы находимся на левобережье нашего города. Что помимо того, что есть объект, допустим, парк Выселка, есть объект кинотеатра «Союз», ну кем-нибудь надо добавить субъектности, чтобы туда приходили люди, что-то должна быть, какой-то драйв, какой-то нарратив. Почему туда я прихожу? Почему мне захотелось, допустим, в центро города или с окрани приехать на левый берег? Что нужно туда добавить? И мы думаем, с лучшими урбанистами мира, с лучшими архитекторами, что нужно добавить? Вот что должно быть той изюминкой, которая притянет людей конкретно вот в парк Выселка? Это 240 тысяч кулонных растений, которые вот сейчас еще две недели не расцветут, и весь город будет там, будут тысячи людей, которые будут наслаждаться, вдохновляться нашим прекрасным городом. Мы ключевой, что вернулись за пять лет любовь жителей своему родному городу. Было 36 всего лишь людей в процентном отношении, которые любили наш город. Сегодня 89% нашей молодежи вдохновляются этими изменениями. Вот сегодня был командующий военно-морские силы Украины, который, блин, говорит, я каждый раз приезжаю, но, блин, каждый раз изменения. Вы большие молодцы. Но это ж тяжелая работа. Это не смешно, Катерина, это тяжелая работа. Тяжелая работа ежедневная. Мне вообще никак не смешно. Вот абсолютно от слова совсем. От слова совсем. И вот, когда мы смотрели на кинотеатр «Союз», да, Екатерина, и тогда обсуждают, да слушайте, давайте ставим кинотеатр, давайте его построим. А построили шикарный центр административных услуг, который лучший в Украине. Дает максимум сегодня услуг для населения. 470 не дает ни один центр сегодня в нашей стране Украины. Так вот, точно так же хотелось возле городского сада, ключевая ваша манипуляция, возле городского подсада, построить шикарный объект, чтобы он вернул жизнь в наше историческое место. Чтобы, соответственно, по пешеходной улице, по пешеходной улице пошли жители города Мариуполя, пошли в городской сад, и там появилась жизнь, появилась молодежь. Чтобы в этом прекрасном кафе на первом этаже собиралась молодежь, общалась, думала о том, как меняется город Мариуполь. Хотелось бы, чтобы профессор Германии, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, когда приезжал в наш город, он сразу окунался в историю нашего прекрасного Мариуполя. Сразу понимал, вот всю эту эмоцию переплетения этих стихий, так увидел этот японский архитектор. Лучший сегодня в мире. Соответственно, хотелось, конечно же, дать второе рождение нашему стадиону Азовцу. Потому что мы сегодня ограничены в финансах, и в этом я два дня назад говорил с премьер-министром Украины. Что нам каждый год перекладываются сегодня финансовые обязательства на местный уровень. И уже бюджет в нашем развитии уменьшается, а не растет. А амбиции у нас остались развиваться и дальше, и стать лидером изменений, стать символом изменений, стать витрином восстановленного украинского Донбасса. В особенный период, когда стоит угроза Российской Федерации на границах нашей страны. Ведь мы украинцы, и мы должны защищать свою страну. Но только инфраструктурой, изменениями можно защитить нашу страну. Преобразованиями можно защитить нашу страну. Мы понимаем с вами, что город стареет. Мы отдаем себе отчет вот той манипуляции, провокации, которая произошла. Мы понимаем, что сегодня 40% пенсионеров. И что нам удалось за вот этот промежуток времени, 10% всего лишь уменьшить, за 5 лет. Мы понимаем, что сегодня город Львов и город Ивана Франкокса, это 10-15% пенсионеров. Мы понимаем, что в Мариуполе 10 тысяч студентов, а во Львове 170 тысяч студентов. Мы это понимаем и отдаем себе отчет. Это разве победа? Это поражение. Это не победа. Никто здесь не победил. Мы потеряли и упустили возможность. Мы потеряли талантливую молодежь. Даже когда мы сейчас говорим, что 70% остается у молодых людей, а 30% уезжают. И лучшие уезжают. Катя Малкина яркий пример. Она вернется с Канады? Очень сомневаюсь. Так вот была идея, чтобы вся эта историческая часть ожила. Я встречался точно так же в этих 12 столах, провел лично 3 круглых стола. Встречался с краеведами, нашими историками. И в чем было опасение? Катя, в чем было опасение? Опасение было в том, что вот это оживло, и стоимость жилья вырастет. И нужно защитить как-то исторический объект. Я говорю, это же классно, что вы это понимаете. Да, идея в этом была. Оживить, чтобы эта территория вся ожила. Чтобы у нее появилось второе рождение. И там появилась молодежь, за которую мы боремся. Которая вам не нужна, мне она нужна. Я борюсь за молодежь. Я хочу, чтобы она оставалась в моем городе. И я все делаю для этого. Чтобы инфраструктура менялась. Чтобы появлялись символы, которые бы оставляли молодежь в нашем городе. Вместо выходных я поехал со своими коллегами в другой проект. Можете сразу собираться. И сразу его критиковать. Вот университетская клиника в городе Мариуполь. Которая может появиться, а может нет. Давайте сразу митинг организуем. Выходим и митингуем против клиники в городе Мариуполь. Против университета в городе Мариуполь. Против полноценного колледжа системы образования. Давайте ее покритикуем. Так вы ж кричали, давайте садиться за стол и переговорим. Две недели, давайте сядем. Может, о чем-то договоримся? Столько оскорблений я только слышал в свой адрес на выборной кампании. И вот за эти две недели. Спасибо вам за это. Столько оскорблений не слышал Сергей Валерьевич и Сан Саныч, наверное, за все пять лет предыдущего периода. Чего добились? Потеряли возможность? Чего добились? Будем дальше терять молодежь? Будем дальше стареть? Вот этого вы хотели? Я вас с этим поздравляю. Вы большие молодцы. Сегодня, допустим, группа товарищей из города Кривого Рога уже сидит в мединвестии и просит, ну давайте мы, раз в Мариуполе не надо, давайте мы. Я вас с этим также поздравляю. Я делал все, чтобы это случилось. Я год над этим работал. Но вам это неинтересно. Вы большие молодцы. Так мы же с вами договаривались отбросить политические амбиции. Мы же говорили о том, что нужно заниматься развитием города Мариуполя. Нужно садиться и разговаривать, переговоры проводить и так далее. Так была возможность. Ну а те слова, которые мы слышим, прямая цитата. Давайте пощипаем эту петушу. Это нормально, слушайте. Так вот этот лоск и культура, это разные вещи. За вашим лоском нет культуры, нет содержания. Нет проблематики, которая живет в вашем сердце с точки зрения города Мариуполя. Нет желания развивать наш Мариуполь. Нет желания удержать талантливую молодежь. У меня есть такое желание. Но без вашей помощи это невозможно сделать. Когда вы манипулируете, подменяете понятия. Чего вы добиваетесь? Классное решение. Прогласовались, сняли вопрос. Все довольны? Я вам аплодирую. Спасибо вам за это. Могу стоя подозревать. Вы большие молодцы. Спасибо. 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 Спасибо.